Всем привет! Присоединяйтесь к нашему пятидневному челленджу. Мы верим, что этот челлендж «Любовь и надежда» повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Цель этого челленджа — привести вас из страха в любовь и из безнадежности к надежде, чтобы это мобилизовало всех нас свидетельствовать миру об Иисусе. Это будет сильно, и жизни будут меняться. Всем привет! Меня зовут Шоан Брэн, а это мой соведущий Джейсон Чен. А Бенжи Морф присоединится к нам на неделе. Для нас большая честь, что вы присоединились к нам во время предзапуска пятидневного челленджа, и мы ожидаем, что Бог будет делать что-то великое в ваших жизнях. Мы как раз говорили об этом несколько минут назад. Джейсон, расскажи, какие у тебя ожидания? Цель этого челленджа — перевести вас из страха в любовь и из безнадежи к надежде, чтобы это мобилизовало всех нас говорить миру об Иисусе. Это будет сильно, и жизни будут меняться. Да, кстати, мы уже получаем истории от людей, которые пишут нам на почту и в Фейсбуке о том, как Бог использует их. Сегодня мы услышали одно свидетельство. Джейсон, расскажи о нем. Это очень сильно. Это безумная история от нашего друга, пастора из Швейцарии. Отец его молодежного пастора заболел коронавирусом. Его положили в реанимацию, и доктора сказали, что у него нет шансов на выживание. Поэтому доктора сказали семье прийти и попрощаться с этим человеком. Но церковь и семья сказали, нет, мы верим, что Бог исцелит его. Они собрались вместе и стали молиться. На следующий день ему стало лучше на 50%, а через три дня его выписали из больницы. Доктора сказали, что еще не видели, чтобы кто-то в Швейцарии выздоровел после такого состояния. И мы хотим поделиться с вами надеждой славы. Иисус Христос больше всего, даже больше, коронавируса. Верьте в это. О, да, аминь. Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. Джейсон, сегодня у нас в гостях Эрик Гилмор. Эрик, мы так рады, что ты сегодня с нами. Спасибо тебе большое. Я тоже рад. Эрик, для нас большая честь. Я знаком с тобой с 2007 или 2008 года. Впервые я увидел тебя на сцене, и после небольшого выступления, которое длилось всего 20 секунд, я увидел, какое у тебя сердце, и понял, что ты любишь Бога. Я наблюдаю за тобой и твоим служением уже 12 лет. И твои приоритеты вообще не меняются. Спасибо за эти слова. Я помню, когда я впервые увидел тебя. Меня очень зацепило видео про Диснейленд. Ух ты, круто. Эрик, нас смотрит много людей, среди них есть те, кто не знают тебя и твое служение. Ты не мог бы сейчас представиться и кратко рассказать, что Бог делает через твою жизнь и через служение? Да, конечно. Я живу в Орландо, штат Флорида. Мы с женой руководим служением Sunship International. Оно нацелено на то, чтобы привести церковь к более глубокому пониманию, осознанию и переживанию Божьего присутствия в повседневной жизни. Именно эта тема волнует нас, и мы повсюду проповедуем о прекрасном Христе, общением с которым можно наслаждаться каждый день. Мы написали об этом много книг, а наш YouTube-канал — это наш основной способ общения с людьми. Мне очень нравится моя жизнь, а проповедовать об Иисусе — это огромная честь для меня. Замечательно. Эрик, ты наш первый гость, и мы пригласили именно тебя, потому что это челлендж «Любовь и надежда», но наша самая большая любовь к нашему Богу. И ты являешься примером для подражания для многих и для меня в том числе, как поддерживать близкие отношения с Иисусом. И мы думаем, насколько в это время, во время кризиса, когда по всем странам прокатилась эта сумасшедшая пандемия, мы думаем, актуальна ли тема близости с Иисусом, что ты нам на это скажешь? Первое, что приходит мне на ум, это послание к евреям, 13 глава, 5 стих. Библия говорит, что Иисус вчера, сегодня, во веки тот же. Это означает, что каким Он был до коронавируса, таким Он остается и сейчас, и таким будет после этого. Для меня важность Личности Христа не меняется. В Нем нет ни тени перемен. Он на 100% совершенен во всем. И что бы ни принесла нам жизнь. Иисус — это аминь. Он верный и истинный свидетель. И мы всегда можем прийти к Нему и обрести мир, покой, радость и удовлетворение. Иисус — это всегда полный восторг, что бы ни происходило вокруг. Для меня Иисус — это Тот, в Ком я хочу укрыться, кем я хочу наслаждаться, и призываю всех вас, остальных, делать то же самое со мной сегодня. Аминь. Эрик, расскажи вкратце для тех, кто не знает, как принимать Божью любовь, как это сделать и как можно принять и понять Иисуса. Да, конечно. Библия говорит, что все мы, все, пошли своим путем, мы все сбились с пути, то есть идти своим путем, значит сбиться с пути. Затем сказано, что Бог возложил на Христа все наши беззакония. Это означает, что любой, кто верит в Него, переходит из смерти в жизнь. Бог так сильно возлюбил всех нас, что послал Своего Сына на крест, чтобы каждый, кто верит в Него, имел жизнь вечную. Он послал Своего Сына в этот мир не для того, чтобы осудить нас, а чтобы через Него мы были спасены. А признание этого славного Евангелия, того, что Христос был отдан за нас и ради нас, есть признание Божьей любви. Это основано на Христе, Его совершенной работе в нас. А когда мы подчиняемся Ему как Господу, тогда эта любовь может захватить или буквально затопить нашу жизнь и стать не только нашим миром и радостью, а нашим жизнеобеспечением. Поэтому, если вы не знаете, что такое Божья любовь или как ее пережить, то посмотрите на Иисуса. Он есть полное проявление этой любви. Он совершенный и несравненный. Смотрите на Господа Иисуса, а не на людей, потому что Он и есть Божья любовь. С людьми всегда будут проблемы. Вы всегда найдете некое преткновение, а в Иисусе всегда есть ответ. А можешь рассказать нам, что ты делаешь во время молитвы и чтения Библии? Что помогает тебе в поддержании этой близости? Хороший вопрос. Мы люди так устроены, что нас интересует практический аспект, а не личность. Мы так устроены. Нам проще познакомиться с методом, чем с человеком. Но я считаю, что ключ к переживанию удивительной Божьей любви — это не какие-то религиозные практики или методы, а человек — живая личность. Поэтому я рекомендую вам открываться и быть как можно проще. Идите в комнату, где никого нет, как и учил нас Иисус. Идите в свою комнату и закройте за собою дверь. И в простоте сердца смотрите на личность Господа. Скажите, вот он я, Господь. Как же сильно я нуждаюсь в тебе. Как сильно я желаю и жажду тебя. Даже если вам кажется, что вы не особо жаждете Господа или любите Его, это прекрасно. Значит, вы можете признаться Ему в этом. Пойдите в свою комнату и скажите, «Господь, как же я хочу жаждать тебя. О, как же я хочу любить тебя. Может, и не люблю как следует, но хочу. Помоги мне любить тебя. Открой мои глаза, чтобы я мог видеть. Сделай мое сердце более мягким, податливым, чтобы я мог чувствовать, я желаю тебя, Господь. Вот что бы сделал я». Спасибо, Эрик. Многие из тех, кто нас смотрит, знают тебя. Но если бы меня спросили, кто такой Эрик Гилмор, то я бы рассказал о твоей близости с Богом и твоей молитвенной жизни. Эти две вещи очень сильно характеризуют тебя. Мне лично помогли твои практические советы о том, как не отвлекаться. Любой нормальный христианин хочет молиться больше, но так просто отвлечься на все подряд. Ты не мог бы дать нам несколько советов, как не отвлекаться, особенно сейчас, когда многие люди не работают, их охватила тревога. Как отвлечься от тех мыслей, которые постоянно нас атакуют? Ведь знаете, многие потеряли работу. Кто-то даже ходил на биржу труда, а некоторые маклеры так вообще не могут сейчас заниматься своими сделками, потому что и биржи позакрывались. Так как же нам оставаться в покое? Прекрасный вопрос, потому что все мы имеем множество мыслей. У нас много обязанностей, вокруг происходит много всего, и очень важно смотреть не на заболевания, а на лекарства. Я имею в виду, что иногда мы так сильно концентрируемся на том, в чем нам нужна Божья помощь, что совсем не смотрим на Бога. И мы говорим «Господь, все эти мысли отвлекают меня», но так мы лишь уделяем им еще больше внимания. В этом вся проблема. Нам нужно перевести наше внимание наверх, на личности Иисуса Христа. Это наш ключ к единению с Господом. Однажды я просил Господа помочь мне с моими мыслями. И когда я сказал слово «помощь», у меня в голове возникло местописание. Сейчас я открою и покажу вам это место. Оно находится в Евангелии от Иоанна, где Иисус говорит, что пошлет нам Духа Святого. Там есть это же слово. Итак, Евангелие от Иоанна, 16 глава, там сказано... Так, простите, Иоанна, 14 глава. Иисус говорит, я попрошу Отца, и Он даст вам помощника. Когда я сказал, Господь, помоги мне успокоить мои мысли, слово «помощь» по-особенному зазвучало в моем разуме. Я связал это с Евангелием от Иоанна, там, где сказано, я попрошу Отца, и Он даст вам помощника. И это обрушилось на меня, как тонна кирпичей. Оказывается, Иисус послал Духа Святого, чтобы помогать мне. Одна из сфер, где мне всегда нужна помощь, это мой разум. Поэтому если вам сложно утихомирить свои мысли, то вам нужно увидеть и поверить, что Иисус подарил вам Святого Духа, который должен быть с вашим помощником. Если ваши мысли буквально сводят вас с ума, поверьте в эту реальность, Бог дал мне Святого Духа. Практикуйте веру в Духа Святого. Говорите, Дух Святой, помоги мне, пожалуйста, успокой мой разум, чтобы я смог увидеть Иисуса. Сейчас я открыт и уязвим, и мое сердце признает свою несостоятельность. Это и есть ключ. Вам нужно признать свою нужду в помощи от Святого Духа. Помните, в Евангелии от Луки, 11 главе, 13 стихе, Иисус сказал, что даст Духа Святого любому, кто попросит Его об этом. Поэтому нам важно признать, что нам нужен Дух Святой. Мы не можем создать Духа Святого. Нам нужно обратиться за Ним к Богу Отцу. Нужно признать свою несостоятельность. О Господь, как сильно я нуждаюсь в Тебе. Помоги мне успокоить мой разум. Ключ в том, чтобы смириться и признать свою несостоятельность. Это очень важно. Это важнее любых практик. О Господь, как же мне нужна Твоя помощь. Это настоящий ключ к тому, как успокоиться перед Господом, как утихомириться, оставить все в покое и прийти смиренно к Господу. Прекрасно. Очень прекрасно. Эрик, иногда во время молитвы люди чувствуют, что небеса медные. Им кажется, что их молитвы доходят до потолка и возвращаются назад. Что бы ты сказал тем, у кого сейчас сезон засухи? Они жаждут Бога всем сердцем, но кажется, что ни к чему не приходят. Я призвал бы их вспомнить Евангелие. Евангелие — это открытие завесы. Иисус не разорвал завесу, а потом зашил ее заново. Он разорвал ее навсегда. Через разорванную завесу плоти Иисуса мы имеем новый путь. Его плоть была разорвана, чтобы открыть нам путь. И как Он не может закрыть свою плоть, так Он не может закрыть завесу. Важно понять, что в этом вся суть Евангелия. Я заметил, что многие люди, которые недовольны Богом, глубоко в сердце имеют странное представление о том, что Бог не хочет, чтобы они были удовлетворены. Он якобы сам не хочет утолять их жажду и не хочет общаться с ними. Скорее всего, Бог не хочет сейчас общаться со мной. Это полнейшая ерунда. Евангелие — это Бог, который предлагает себя людям. Очень важно, чтобы люди понимали это и верили в это. Общение с Богом на 100% открыто для нас. Оно открыто для нас благодаря крови Иисуса. Мы можем иметь его с помощью Святого Духа. Но если люди не понимают этого, то они сами будут придумывать преграды между ними и Богом, которых на самом-то деле нет. Их просто не существует. Писание говорит, что дьявол, Бог этого мира, пытается ослепить разумы тех, кто не верит, чтобы они так и не увидели Христа. Мне кажется, что дьявол пытается засеять людей неверием и сомнением о том, что Бог любит их и желает общаться с ними. Но не нужно прыгать через обруч. Крест совершенен. Иисус совершенен. И Он сделал вас также совершенными. Он избавил нас от самоосуждения. И надуманных нами ограничений, и нам лишь нужно признать совершенство Евангелия и совершенство самого Христа. Они совершенно соединяют нас с Богом. И мы должны верой смело входить в Божий тронный зал и наслаждаться Богом. Подумайте, ведь это не когда-то произойдет. Это доступно нам уже сейчас. Мы зашли за завесу уже здесь, на этой земле. И нам не нужно дожидаться небес. Мы можем прийти к Нему сегодня. Прекрасно сказано. Эрик, это было круто. Ты привел меня в такой восторг от Иисуса. Круто. Я видел невероятное интервью с тобой, Дэном Клинда, о молитве. Я также хочу порекомендовать его всем нашим зрителям. Если вы хотите больше узнать о молитве, то зайдите на сайт Дэниела Клинды и поищите интервью с Эриком Гилмором о молитве. Я хотел бы, чтобы ты рассказал нам о некоторых пунктах из этого интервью. Иногда, когда мы говорим о переживании Бога, то подразумеваем какие-то внешние проявления. И ты сказал нечто очень важное. Наше общение с Богом не обязательно должно иметь физическое проявление. Можешь немного больше рассказать об этом? Потому что я сам повелся на это. Приходя к Богу в молитве, я ожидал, что меня будет трясти, потому что так было вообще-то раньше. Но это происходило не всегда. И мне пришлось осознать, что иногда это бывает очень тонко. Расскажи об этом детальнее, пожалуйста. Да, конечно, важно осознавать, что проявление Бога — это когда Бог становится ощутимым для нас. Часто мы думаем, что проявление Бога — это золотая пыль с неба, огонь на ладонях или дрожь в теле. Это прекрасно и реально. Но Бог через установку Своего Царства желает дать вам не только слова, а также праведность, мир и радость в Духе Святом. Ключ к пониманию проявленного помазания находится прямо здесь, в мире, превосходящем всякое понимание, и вне изреченной радости, полной славы. Зачастую мы ожидаем каких-то ощущений в теле, а Бог в первую очередь желает принести нам сладостное удовлетворение. Когда Иисус сказал «пьющий воду мою», он не имел в виду, что все тело зальет водой, а что внутри начнет бить ключ живой воды. Это место слияния всех вод внутри. Несколько раз Павел использует термин «внутренний человек». Он говорит, что снаружи мы ветшаем, а внутри мы обновляемся день за днем. И это обновление напрямую связано с общением с Богом. А еще в Библии сказано, что внутренний человек получает удовольствие от закона Божьего. Внимание к нашему внутреннему человеку очень важно для признания общения с Богом. Павел молился за Ефесин, чтобы их внутренний человек укреплялся Духом. Наше интерактивное общение с Духом Святым внутри очень важно. Именно там происходит общение. Совсем недавно я читал биографию мадам Гийон. Она отправилась к монаху, который был заперт и общался только с Богом целых пять лет. Она рассказала ему о том, как ей сложно ощущать Бога. Он замолчал, опустил голову, и на какое-то время повисло неловкое молчание. Затем он сказал, «Вы не смогли найти Бога, потому что искали снаружи то, что можно найти только внутри». Таков был его ответ. Он стяжал благодать, «Потому смог распознать ее нужду, нехватку в общении с Богом». И это изменило ее жизнь. После этих слов он просто ушел, но он дал ей ключ к наслаждению Богом, а именно обратиться к Духу, обитающему внутри нас. Прекрасно сказано. У нас уже есть вопросы. Эрик, некоторые люди хотели бы услышать о свидетельстве, которое было получено в молитве или в результате молитвы. Был ли у тебя такой момент, который сразу же приходит на ум? Свидетельство из моей жизни или чьей-то? Либо о том, что было с тобой во время молитвы, либо о том, что произошло в результате твоей молитвы, хоть с кем-то. А, ясно. Даже сегодня утром я встал, сделал тебе чай, сел на кровать и прислонился к спинке кровати. Я расслабился, отодвинул в сторону все мои заботы, сейчас не время для этого, и просто позволил своему сердцу подняться к Богу. Я стал говорить Богу, не устами, а сердцем, «О, как же я люблю тебя! Как же я нуждаюсь в тебе!» Ты для меня ценнее всего. Любовь моя, я поклоняюсь тебе. Я хвалю и прославляю тебя. И в этом состоянии восхищения я почувствовал, как мой внутренний человек наполнился такой сладостью, что даже не описать. Сладостью, которая принесла удовлетворение и заполнила все пробелы в моем естестве. Я чувствовал такое удовлетворение, что даже не хотел шевелиться. Я чувствовал, что восполнены все нужды, о которых я только мог попросить. Я достиг всего, о чем я только мог мечтать. Я также чувствовал, что мне даровано все, чего желает моя душа. Полнейшее удовлетворение от ощущения близости с Богом внутри меня. Я также почувствовал согласие между разумом, волей и эмоциями, а также моей системой ценностей. Все вдруг, в один момент, встало на свои места. Это случилось легко и непринужденно. Вот так просто. Лишь от объятий с моим Господом. И такое я переживаю каждый день моей жизни. Это мой внутренний источник жизни. Восхищение и наслаждение Богом. Именно это вызывает настоящие перемены внутри меня. И это влияет на весь мой день. Очень сильно. Эрик, мы говорили о тебе. Не переживай, говорили только хорошее. Мы говорили о твоем влиянии на известных людей, таких как Дэниел Клинда, Майкл Хулианос и многих других, которые, как и ты, являются примерами для подражания. Ты оказал серьезное влияние на их жизни, вопросы молитвы. Несколько дней назад мы с другом говорили о пробуждении в Браунсвилле. И о тебе, и о Дэниеле Клинда. Ты рассказывал истории о том, как во время пробуждения Божья слава сходила на вас прямо в комнате общежития. Эта слава была заметна на тебе тогда. Я запомнил одну историю о том, как вы с Дэниелем собирались на занятия, и вы подошли к дверям ванной. В ванной была такая божественная слава. И вот вы решали, входить вам туда и пропустить занятия, или все же идти на занятия. Пожалуйста, расскажи нам немного об этом. Этот ли период повлиял на формирование твоей жизни как духовного человека, я имею в виду и внутреннего духовного человека? Расскажи немного о Браунсвилле. Да, с удовольствием. В 95-м году Бог излил свой дух на город Пенсакола во Флориде. Автобусы с людьми из церкви моего отца ездили туда и возвращались совершенно другими. Что я имею в виду? Они были великолепны в своем поклонении. Любовь к Богу переливалась в них через край. Они постоянно жаждали слова, проповедовали Евангелие. Многие браки были исцелены. В людях было столько радости и мира. И поэтому отец сказал моей маме, себе тоже нужно съездить туда. Мама поехала туда со своими безумными подругами из молитвенной группы. Сила Божия так сильно изменила их, что, вернувшись, они стали умолять меня поехать туда, потому что мое сердце было не в порядке. Они схитрили, сказав, что я могу поехать туда с моей девушкой, и я согласился. Когда я приехал, то увидел очередь на всю улицу, и даже за угол люди с 6 утра занимали очередь на собрание на 19.00. Получается, что люди каждый день стояли в очереди по 13 часов. Людям запретили собираться до 6 утра, потому что некоторые даже спали на газонах. Это было странное Божие посещение в Браунсвилле. Люди спасались, просто проезжая мимо того места. В том месте было такое сильное обитание или проявление Бога, что люди спасались, исцелялись и освобождались только потому, что находились рядом с тем местом. А вот что происходило, когда мы с Дэниелом и другими ребятами приехали туда. Все мы спаслись там, а потом стали там же и учиться. Учебное заведение было очень похоже на церковь. В комнатах общежития были облака славы. Их можно было увидеть, гуляя по коридору. Бывали случаи, когда занятия начинались в 10 утра, и никто не расходился до 10 вечера. 12 часов великолепной хвалы и наслаждения Богом. Мы просто лежали на полу, как на небесах небес. В те дни было такое сильное излияние Бога, что происходило много странного. Люди шли на поле играть в футбол, там на них сходила слава Божия, и они несколько часов подряд молились. Кто-то мог зайти в чужую комнату, и на входе на него сходила слава Божия. Иногда мы обедали на улице, сходила слава Божия, и никто не мог есть, потому что все были под впечатлением от славы Божией. Было так много странных происшествий. Это похоже на то, что сказал Данкан Кэмпбелл. Он сказал, «Казалось, что Бог был везде». Казалось, что Бог был везде. Все общество было охвачено странным осознанием того, что Бог рядом с нами. Жизни людей были окутаны славой Божией и наслаждением от Бога. Были случаи, когда приезжали целые автобусы молодых людей. Когда они уезжали, то по дороге их настолько накрывало божественное пребывание, что они просто могли лежать на парковке. Собрания заканчивались за полночь, и в это время были открыты только буфеты под названием «Шонис». Когда вы входили туда, то повсюду лежали люди. Приходилось переступать их тела, чтобы добраться до своего столика. Слава Божия обрушилась на весь город. Я не видел ничего подобного. Ни до этого, ни после этого. Можно было просто прийти к своему другу для того, чтобы посмотреть какой-то фильм, а заканчивалось тем, что ты лежал на полу в присутствии Бога. Ух ты! Прекрасно, Эрик. Просто невероятно. У нас есть еще несколько вопросов к тебе, и я хочу их задать. Первый вопрос от Клауди. Она спрашивает, какую книгу о молитве и близости с Богом вы могли бы порекомендовать, кроме Библии, конечно же? Я мог бы порекомендовать вам множество книг, но в них есть, как я их называю, кости. То есть там есть очень сочное мясо, но вы должны уметь выплюнуть кости. У них католические корни, в них очень хороший материал, но если рекомендовать что-то без костей, то я порекомендовал бы «В поисках Бога» Эйдена Тоузера. А также мое служение занимается изучением этого вопроса. Мы собрали материал из разных источников, чтобы создать книги без костей. На сегодняшний день мы издали 15 книг, и все они об одном и том же, об общении с Иисусом, но под разным углом. Наши книги вы можете найти на Амазоне, они продаются там, все до единой, но лучшие из них все равно «В поисках Бога» от Эйдена Тоузера, поэтому рекомендую ее «В поисках Бога» Эйдена Тоузера. Это тоже прекрасная книга. Мы поговорим о ней чуть позже. Это книга Эрика «Влюбленный». У нас есть еще несколько вопросов. Натали спрашивает, «Эрик, у вас бывают такие дни, когда общение с Иисусом просто невозможно? Нет возможности уединиться и просто пообщаться с Ним? Что вы делаете в такие сложные дни, в такие моменты? И еще как вы пытаетесь сблизиться с Ним тогда? Дайте, пожалуйста, какой-нибудь практический совет из жизни». У меня часто бывают такие дни, особенно когда я путешествую. Когда я еду куда-то далеко, и у меня один перелет за другим, то во время пересадок я хожу по аэропорту и ищу пустое кресло. Для меня это пустое кресло становится местом, где я могу обосноваться и принести жертву хвалы и поклонения Богу. Итак, я нахожу пустое кресло, сажусь в него, включаю тихую, спокойную музыку, которая меня не отвлекает. Затем я просто сижу и позволяю моему сердцу подниматься к Богу в поклонении. Потом я могу открыть Слово Божие и медленно прочесть какой-то отрывок. Так я смешиваю Слово с поклонением. Я читаю и поклоняюсь. Размышляю над текстом, а потом поклоняюсь. Я начинаю чувствовать, как я поднимаюсь и возношусь над сознанием обычной жизни. Я чувствую, будто бы я там и не там. Я осознаю Божью славу и личность Иисуса Христа. Я понял, что Он может превратить любое место в душистый сад с моим возлюбленным, если я буду внимателен к Нему. Если я настолько занят, что нет даже времени, чтобы где-то присесть, тогда я полагаюсь на стих из Евангелия от Иоанна. Там есть место в 15 главе. Это 9 стих. Там Иисус сказал, «Прибудьте в Моей любви». Тут есть два слова, объединенные самим Христом. «Прибудьте», то есть никуда не уходите, держитесь и оставайтесь, «Прибудьте в Моей любви». Мне нужно осознать Его любовь и милость ко Мне, а также Его сладостную и полную любви привязанность ко Мне. Я понял, что дело в пребывании в этой самой любви, в божественной любви. Это любовь Агапе. Именно она помогает мне пребывать в нем. Любовь помогает пребывать в Боге. Бог пребывает во мне своей любовью. Это обоюдное объединение. Это ключ к тому, чтобы оставаться в сладости Господа. И позволять любви подниматься к Богу. Я понял, а если я буду постоянно и сознательно любить Господа, высвобождая любовь к Нему, то я буду осознавать Его близость ко Мне. И это помогает мне, поддерживает и даже защищает меня. Это меняет мое сердце и мой разум. Мне кажется, что это очень важный секрет для каждого, кто хочет пребывать в Божьем присутствии. Взаимообмен, любви с Ним. Вот что самое важное для меня. Прекрасный ответ, Эрик. Возможно, некоторые люди не знают, но ты не монах, живущий где-то в заперти. Ты отец, у тебя двое детей, ты родитель, и тебе пришлось приспособить свою молитвенную жизнь к своей занятой жизни и довольно занятому служению. Ты научился это совмещать. Расскажи, как ты это делаешь. Если честно, очень часто мы говорим, что у нас нет времени, и это правда, но потраченное время зависит от того, насколько ценно для вас то или иное дело. Ты не мог бы рассказать, как ты расставляешь приоритеты в своей жизни, потому что и семья, и служение, и работа, все должно быть на своем месте. Поделись, пожалуйста, своими секретами. Я считаю, что мы ценим наше время с Господом настолько, насколько мы ценим самого Господа. Если Иисус ценен для нас, то мы ценим и наше время с Ним. Однажды я получил письмо, в котором женщина упрекала меня в том, что я призываю людей проводить с Богом много времени. Она упрекала меня, цитируя святых из прошлого и стихи из Библии. Письмо было таким грамотным, что даже немного убедило меня, но вдруг я кое-что осознал. Я подумал, что это письмо такое длинное и так хорошо сложено, что у нее должно уйти на него около трех часов. И вот я подумал, у нее нашлось три часа, чтобы написать мне, но нет времени, чтобы общаться с Господом. Здесь что-то не так. Я говорил об этом с Дэниелом Календо. Он сказал, если бы я дал этой женщине два миллиона долларов, чтобы она в течение семи дней проводила с Богом по два часа в день, ты думаешь, она бы это сделала? Я думаю, она бы согласилась. Он сказал, все дело в том, что деньги для нас ценнее Бога. Поэтому я бросаю вам добрый и милый вызов. Если бы я дал вам два миллиона долларов, чтобы вы в течение семи дней проводили с Богом по два часа, то вы бы это сделали? Думаю, да. Я призываю вас ценить Господа, Его присутствие и сладость Его помазания. Больше той мотивации, которую дают вам деньги. Эрик, большое спасибо. Ребята, сейчас прекрасное время, чтобы развивать свои отношения с Иисусом, пока вы застряли дома. Многие люди говорят о том, что они уже пересмотрели весь Нетфликс, им уже больше нечего смотреться. Может, им стоит потратить свое время на молитву, и может, тогда вместо проблем это станет временем духовного прорыва в их жизни. люди вернутся к Богу и начнут проводить с Ним время. Кстати, многие люди просят, чтобы ты поделился тем, что у тебя на сердце. Может, что-то сейчас горит в твоем сердце, так, как никогда раньше, и ты бы хотел этим поделиться с кем-то? Да, конечно. Я просто не могу успокоиться насчет Откровения Иисуса Семи Церквям. Во второй и третьей главах Книги Откровения находятся письма от Иисуса Семи Церквям. Эти письма — это голос Духа к этим Церквям. Вы только подумайте. Каждое из этих писем начинается с Откровения об Иисусе. Вы спросите, что значит Откровение? Если бы у вас была статуя, накрытая покрывалом, а потом вы взяли это покрывало и стащили его со статуи, то тогда вы бы увидели, что там скрывалось. Вот что значит слово Откровение. Это значит, что Дух срывает покрывало со Христа, чтобы вы могли увидеть его. И это так круто. Обратите внимание, что у каждой церкви своя ситуация, и для каждой из них есть отдельное Откровение, относящееся к их ситуации. В этом Откровении есть все, что нужно для той ситуации в церкви. Я приведу вам один пример. Не хочу заниматься много времени, потому что лучше, если вы изучите это сами. Это просто невероятно. Последняя церковь — это Лаодикийская. Это седьмая церковь, к которой обращался Иисус. Лаодикие означает «безразличные». То есть они были теплыми, неопределившимися, колеблющимися. Иисус, обращаясь к этой равнодушной церкви, открывается им как человек. Он открывается им как верный свидетель. А затем он говорит «Я начало всех божьих дел. Я первый из всего, что есть у Бога». Итак, они были равнодушны к Богу. И тогда Иисус открылся им как определенность. Равнодушие это как колебание. Вы не знаете «да» или «нет». Он говорит им «вы не холодные и не горячие». Вы даже решения не можете принять. Тогда Иисус говорит им «посмотрите на меня». Я есть «аминь». Если вы осознаете, что я «аминь», то это станет частью вас. Все, что он показывает, он дает. Если он показал вам себя как «аминь», чтобы уничтожить всякую неопределенность, он показал себя как определенность, чтобы уничтожить любые колебания внутри нас. Он говорит «я верный и истинный свидетель». Они колебались и не были уверены в том, что является истиной. Тогда Иисус сказал «посмотрите на меня, я есть верный и истинный, если я могу показать вам эту часть себя, то я могу и передать ее вам». Меня это так тронуло, когда я это понял. Я осознал, что все держится на откровении оба Иисуса. Вот почему Иисус закончил письмо такими словами. Просто откройте мне дверь. Я здесь. Я стучусь. Откройте мне дверь. Я войду и буду вечерить с вами. Мы будем общаться. И в этом общении со мной вы найдете золото, одежду, глазную мазь, и тогда вы обогатитесь, вы будете одеты, и вы сможете излечить свои глаза. Тогда вы будете видеть, будете одеты, и будете иметь настоящее богатство, то есть меня. Если вы придете ко мне, то я отдам вам себя. эрик, это очень сильно и очень хорошо. Не знаю, как у вас, но в моем сердце что-то горит. Я хочу больше знать Иисуса. Мне даже хочется закончить этот эфир, чтобы провести время с Иисусом. Эрик, мы знаем, что Дух Святой вездесущий, и сейчас Он рядом с каждым из нас, где бы мы ни были. Нам уже пора заканчивать, но не мог бы ты несколько минут помолиться за наших зрителей. Пожалуйста, просто помолись и веди нас к близости со Христом, которой многим не хватает. Да, конечно. Дорогие зрители, если можете положить руку на сердце, закройте глаза и успокойтесь. Просто расслабьтесь. расслабьтесь. И обратите все свое внимание на личность Господа. Если ваш разум посещает другие мысли, просто игнорируйте их и смотрите только на Господа. Пусть ваше сердце говорит, «Господь, я здесь, чтобы смотреть на Тебя». Я не пришел, чтобы просить о чем-то или молиться за кого-то. Я пришел не думать. «Я здесь лишь для того, чтобы любить одного Тебя». Дорогоценный Дух Святой, я прошу тебя во имя Иисуса, убери всякую тяжесть и всякое бремя. У тебя это так хорошо получается. Будь миром для каждого нашего зрителя. Пусть пузырьки радости поднимаются сейчас в каждой душе. Дух Святой, примени кровь Христа каждому человеку. Я молюсь о том, чтобы ты нежно, но сильно убрал любые узы и любое неправильное мышление. Вдохни в них свою простоту. Пусть ваше сердце сейчас концентрируется только на нем. Задержитесь здесь на какое-то время и на какое-то мгновение, чтобы вдохнуть его чистоту. Во имя Твое, я прошу, чтобы на каждого зрителя сошла благодать и чтобы каждый из них осознал, как просто насладиться Богом, как же просто наслаждаться самим Господом. Помоги им поверить в Евангелие. Наполни их Духом Святым. Ты можешь решить любую проблему всего за одно прикосновение. Господь, утри каждую слезу. Господь, общайся с ними не только понятными словами. Господь мой, пусть между нами и тобой. Будет неизгладимое общение. Господь, помоги им положить голову тебе на грудь и получить доступ к твоим божественным сокровищам. Когда их рука лежит на сердце, пусть они ощутят твою сладость прямо сейчас. Пусть они осознают, что имеют общение с тобой, не потому, что они были хорошими или могут быть хорошими, а потому, что ты совершенный, ты наша замена, и мы стоим перед Богом, как Христос, потому, что Христос стоял перед Богом, как мы. Господь, помоги нам поверить в это. Во имя Иисуса, наполни их снова. Наполняй их снова собою. Наполни их. Бог мой, пусть внутри них поднимается восторг. Пусть они живут в постоянном благодарении и внимании к твоему присутствию. Помоги нам, чтобы с этого дня мы не позволяли ничему быть больше и важнее, чем твое присутствие. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо, дружище. Это было прекрасное время. Для меня это большая честь. Ты для меня герой. Взаимно, друг мой. Эрик, расскажи, как люди могут связаться с тобой. Какой лучший способ для того, чтобы написать себе или как-то созвонить? Лучше всего через наш YouTube-канал. Поищите меня на YouTube. Мое имя Эрик Гилмер, вы видите его на экране, а еще у нас есть веб-сайт sunshipintl.org. Там вы найдете наше расписание, все мои книги, еще мои книги есть и на Амазоне, у нас есть аудиокниги, а также музыка, которая поможет людям успокоиться. Это на iTunes. Итак, основные места это наш веб-сайт, YouTube и Amazon. Вот где вы можете меня найти регулярно. Эрик, спасибо Богу за тебя. Спасибо Богу, что мы с тобой из одного поколения, и ты можешь вдохновлять нас единственным и неповторимым Христом. Мы любим тебя. Еще раз большое спасибо. Давайте вместе поблагодарим Эрика и попрощаемся с ним. Заходите на его сайт и так далее. Дружище, мы очень любим тебя. Еще раз спасибо тебе за твое участие в программе. Пусть Бог благословит вас. До новых встреч. Круто. А это всего лишь первый день. Это еще не все. Хочу напомнить, что это не просто конференция, а челлендж, сейчас мы расскажем вам о его сути. Итак, каждый день вас ждет новое задание. Задание на сегодня общаться с Иисусом. Я не буду читать все, но каждый день будет задание лично для вас, чтобы вы росли в вере, в личных отношениях, в любви и в надежде. Вы можете сделать скриншот этого задания. Вот сейчас он у вас на экране. Итак, первая часть задания. сфокусирована на вас, а вторая часть сфокусирована на других, чтобы вы несли радость, любовь и надежду, которые есть у вас, и делились ею с другими. Итак, шаг номер один — проводить время с Иисусом и практиковать то, что показал вам Эрик. Далее идет шаг номер два. В молитве попросите Духа Святого напомнить вам о друге или близком человеке, и, пожалуйста, помолитесь за него. Если он еще не спасен, то молитесь о том, чтобы он принял спасение, и тогда ваши молитвы будут услышаны небесами. Мы в это верим. Итак, вот ваше задание на сегодня, первый и второй пункты. Да, спасибо за то, что были с нами. Как сказал Джейсон, расскажите о нас своим друзьям. Ух ты, какое вдохновляющее слово. Присоединяйтесь к нам завтра. Вас ждет новое интервью и новое задание пятидневного челленджа. Цель этого челленджа привести вас из страха в любовь и из безнадеги к надежде, чтобы это мобилизовало всех нас свидетельствовать миру об Иисусе. Это будет сильно, и жизни будут меняться. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...